Добрый вечер, а теперь о главном. Весь Кыргызстан сейчас обсуждает миллионы долларов, которые когда-то выводились из Кыргызстана, и к такому ограблению страны имеет отношение бывший заместитель председателя таможенной службы Раим Матраимов, которого в народе называют Раим Миллион, а некоторые даже величают уже Раим Миллиард. Последняя волна поднялась 29 мая, когда журналист Азатыка Али Токтакунов опубликовал материал, в котором говорилось, что с 2011 по 2017 год из Кыргызстана было выведено около 700 миллионов долларов. По 250 миллионам из них в редакцию поступили документы о банковских переводах в 13 стран, включая Британию, Германию, Китай, Россию, Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны. Еще больше было выведено просто в пакетах. 700 миллионов долларов – это, конечно, много, но все эти переводы были сделаны за 7 лет. Если считать каждый год поровну, то это по 100 миллионов сом в год. По 250 миллионам есть документы, они отправлялись в 13 стран. Если считать поровну, то это по 19 миллионов долларов в каждую страну. Эта цифра уже не настолько страшная, хотя и это тоже плохо для страны, постоянно просящей у доноров помощи. Годовой оборот бишкекского рынка Дор-Дой составлял в 2007 году, как раз перед мировым кризисом, около 7 миллиардов долларов. За 7 лет это почти 50 миллиардов, и больше сбудравших всех нас суммы в 700 миллионов в 7 раз. Трудовые мигранты присылают в Кыргызстан около 2,5 миллиардов долларов ежегодно. Это больше, чем 250 миллионов в 10 раз. И мигранты тоже ведь перевозят деньги через границу в карманах и пакетах, без переводов банковских. Почему же эта цифра в 700 миллионов долларов так взбудоражила страну? Потому что там фигурирует имя Раэма Миллиона. В материале говорится, что почти все переводы, по которым имеются документы, делал некто человек уйгурской национальности, но китайский гражданин. И как раз он с женой перечислил фонд имени Исмаила Матраемова за 3 года из Турции 2 миллиона 340 тысяч долларов. Это примерно по 780 тысяч в год. 24 августа 2015 года на счета фонда поступило 100 тысяч долларов США. 19 сентября 2016 года еще 100 тысяч долларов. В тот же день еще 649 тысяч 500 долларов. На следующий день, 20 сентября, 160 тысяч долларов и еще 100 тысяч 200 долларов. 13 января 2017 года – 500 тысяч долларов и 729 тысяч долларов. Но если бы ему даже и тысячу суммов перечислили, все равно был бы скандал, потому что крыгызское общество сейчас живет заботами и приключениями только трех человек. Экс-президента, который требует от действующего президента, чтобы он расследовал деятельность и наказал экс-заместителя главы таможенной службы. Без этого ни у кого и ни у чего в стране нет и не может быть будущего. Конечно, вор и коррупционер должен быть наказан, кем бы он ни был. Все мы уже видим, каких масштабов достигла коррупция при прежнем президенте. Ведь все эти 700 миллионов долларов выводились из страны как раз во время правления экс-президента. Кого подкупали коррупционеры? Именно чиновников прежней власти. Но выводы-то общество делает как раз в пользу экса и винит нынешние власти. То, что имеются данные лишь за период с 2011 по 2017 год, косвенно говорит о том, что чиновники либо спецслужб, либо статкомитета, либо другие назначенные дежурные по стране и бизнесу скрупулезно собирали информацию о теневой экономике и прекрасно знали, кто чем занимается, кто где ворует и кто куда сколько чего выводит. Но сами они с такими же теневыми действиями не боролись, а пользовались. Вполне возможно, что сейчас те же коррупционные льготы используют уже другие чиновники. И когда прежние коррупционеры все это видят и знают, им становится плохо. Им совсем не нравится, что проложенными ими тропами сейчас идут, и налаженными ими схемами пользуются не они, а другие, которые отодвинули их от этой кормушки. Поэтому они снабжают журналистов компроматом, которым запаслись. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айе. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok